привет ребята небольшой такой ролик это роутер huawei модель но я думаю не особо важно вот это вот лоток под сим-карту он дебилоидный роутер который сим-картой это 315 есть куча у них модели я думаю все с таким же дебилоидный молотком чем здесь проблема в том что когда вставляете ну вот как то так еще получается неудобно то что сим-карт это мелкие вырезанные еще не то что это переходник еще вот такой вот переходник наносим микро мини sim все это вываливается друг из друга застревает цепляется за контакты просто обычный большой и некрасивый нету сим-карты это вот ну совершенно бессмысленно это изобретение мелкие эти сим-карты здесь вот такой вот выступ ступенька я ее сточил шкуркой чем угодно ее можно короче сточить и ты просто сбоку тогда тебе удобнее подцеплять этот бугор они используют модемы был у меня модем 33 72 32 72 как будто чтоб сим-карта не выскочила но на него с она не выскочит чего она выскочит здесь она держится нормально то есть чисто пополнейшие деграданты придурки придурки идиоты только мешает вставлять то есть сим-карты изгибается но ладно старые эти большие сим-карты тут же внутри еще две вставки начинает это вылетать потом когда ты вставляешь она во что-то еще там упирается посерединке вот этой вот то есть просто ужас что нужно сделать было если бы они были вообще нормальные люди с мозгами они амебы эти амебные инженеры есть когда крышка закрывается защелкивается сверху но для micro sd карт кладется карта такая крышечка кладется сверху и в бок сдвигается запирается в замочки то есть не пихание вот это которые в итоге ввести контакты все выломает прижимное сверху но миллиардная компания с миллиардами долларов она смогла только вот это высер сделать ну и здесь как вы видите антенки тоже невозможно нормально схватиться например пальцами закрутить то есть можно закрутить на кое-как они не догадались сделать больше пространства вокруг что потому что гайка внизу антенны ничего не дают с тремя операторами я пробовал тот же самый уровень приема те же самые скорости то же самое что на встроенная то есть это получается какая-то чушь либо антенны эти хламовые это но не фирменных а выевские фирменные не попались мне но это более-менее нормальные антенны тоже но они ничего никакого преимущества не дают то же самое как встроенные либо они неправильно сделаны у них они должны были в любом случае улучшать хотя бы сигнал немножко скорость как так тоже получается то есть можете не покупать антенны вот эти внешние я мог сдать антенны там есть две недели ну я не сдал зеленился поэтому берите антенну если нет прироста как у меня скорости качество сигнала то просто сдавайте обратно ну эти антенки сильно недорогие конечно ну впустую впустую я купил совершенно впустую просто один вид от них ничего не дают встроенные какие-то грамму личные копеечные то же самый уровень сигнала все те же самые скорости почему так так и не очень понятно до конца но вот это я хотел в общем показать дегра инженерию эту крышечку ну и лучше цеплять конечно на место то она потеряется все инженерные решения они либо ухудшают тупорылы либо ничего особо не несут все ну например сделать кабель более который слабый износостойки который ломается микро usb вместо мини usb ну и вот каждое такое решение чтобы либо просто инженеры совершенно безумные либо специально портят чтобы вы постояли покупали постоянно хлам ненужные ничего не несущие антенны ничего не дающие разъемы в которых все застревающе но в итоге что получится этим разъемом тут чем застрянет и человек будет за ремонт платить этого слота хотя изначально это конструктивный брак либо новый побежит покупать а прилично такие штуки стоят это вот задача этих вот инженеров ну и вот эти вот как я сказал микро мини и наносим пустая выдумка в любом телефоне смартфоне достаточно места под мини sim вот такую вот стандартную совершенно бессмысленное изобретение только ухудшившая жизнь потребителям но потребители платят и корпорации срут на них до этими дегра своими изобретениями ну и сим-карту какие у идеи еще насчет сим-карты здесь видите вот этот ключ что ты должен вставлять вот так вот контакты снизу естественно потому что здесь контакты можно было сделать симметричную симметрично расположить контакты без ключа ну там внутри чип и развести на две стороны то есть симметрично без ключа на две стороны вывести контакты и ты просто такой вот пихал бы так всяк как бы но не было вот это вот стороны уголка вставляешь контакты либо снизу ну на две стороны контакты выходят ты вставляешь так всяк одной стороной другой и все замыкается это можно было сделать я думаю вполне чё сложно в этом не было бы но опять же пример какой-то бессмысленности тут тупой инженерии так но пока что все есть еще куча этих идей как продают хлам потребителям один хлам почти что просто ужас чтобы все быстрее ломалась чтобы воплотили все все быстренько все у вас было херовое только только в этом задача производителей телефонов компьютерных железок одну хламину они производят но потом еще я конкретно все это пишу всем пока до свидания подписывайтесь ставьте уведомление и боритесь с этими тупорылыми производителями и их тупорылыми инженеришками бомжарами обоссанными так